Здравствуйте, друзья. У нас тут проездом из Нью-Йорка Сэм, он же Семен. Ты уже в Америке родился, правильно? Да. А когда-нибудь был, не знаю, в Москве? Нет. Вообще из страны не выезжал? Нет, я был в Лондоне. Я пошел в Канкуне, в Мексике. В Мексике, было хорошо. Ну, а где тебе удается по-русски поговорить? Возможности какие? Мама с тобой? Мама говорит, пару людей в моем классе, один из Украины. Но вы разговариваете по-русски с ними? Да. Я иду в класс русский. То есть уроки берешь? Да, каждую неделю. Это как часто? Сколько раз в неделю в русский класс? Один раз в неделю. Ну, какая-то польза есть от него? Да-да-да, я читаю про русский язык. А что именно читаешь? Какую книгу у вас? Как ты говоришь? Из последнего, что у вас там? Я не помню имя. Про облако... Извините, я не помню. Ну, не важно. В общем, какие ты книжки читаешь? Да-да, я запомнила. У меня был стих такой. Давай. Тоже мне говорить? Ну, то, что помнишь, да, скажи. У кого мы учимся в доброте? Ученики дымчатой на кусте. У стратя, лечащего червяком. У лагор, причёсаным ветерком. В колоте вздейших на полях. У дождя, приплавшего в облаках. У шута, дырящим всем людям смех. У солнца, которое ласково для всех. У песни папины, что без слов. У больших киващих слонов. Это интересный стих. А кто написал, мы не знаем. Нет, я не знаю. Ну, не знаем, значит, не знаем. Хорошо. Значит, вот такие стихи. То есть, фактически получается так. Кроме там, пару человек в школе или мамы, вроде как и общения нет на русском. Ну, они дают другие домашние задания. Ну, понятно. Просто так вот, живого общения. Кино ты не смотришь на русском? Нет, иногда я смотрю. Понятно? Да. А что, детские какие-то или приключенческие? Нет, иногда я смотрю просто нормальные русские программы. Ну, все понятно или так не очень? Я могу все понимать по-русски, не так хорошо говорить по-русски. А, то есть, понимаешь ты лучше, чем говоришь? Да. Понял. У тебя мало разговорной практики. Да. Хорошо. А ты можешь, например, книжку читать по-русски или так? Я могу книгу читать. Но читаешь или просто можешь? Читаю иногда, да. А что ты читала там? Ну, например, какого плана? Большие, маленькие? Что ты читаешь? Да, просто нормальные книги. Иногда про... Был один, где, как ты говоришь, я с мамой читал маленькие истории. Может быть, 8 страниц. Каждая история. А, небольшие рассказы. Да, да. Рассказы. Не рассказы, просто маленькие истории. Один про тёсу, который говорит, что она живёт с этим стариком, потому что у него есть очень много денег. Она молодая? Да, да, да. И она говорит другом, что она не знает, если она может найти ещё старика. А нужно ещё старика? Да, потому что он очень старый. Поменять, что ли, одного старика на другого? Да. Ну да. Интересная тема. Так, хорошо. Это ты сам читаешь или в школе дают? Я читаю сам. И иногда с мамой. Понял. Хорошо, ладно. А вот у тебя старший брат есть? Да. Ему сколько лет уже? 17. Так, а тебе 12? А мне 11. Я буду 12 в августе 26-го. Ну, почти 12. Да. Тебе почти 12, ему 17. А он может по-русски? Да. Он идёт в русские классы тоже. Но он, как сказать, он свободнее и лучше говорит, чем ты? Да. Немножко лучше. Хорошо. Давай теперь про американскую школу поговорим. Да. Это правда, что дети в школу как бы с удовольствием бегут? То есть их там не обижают, они как бы радуются. Но... Хорошее место. Хорошее место. Люди не хотят пойти в школу. Они хотят, это не фан, как ты говоришь. Это не фан. Нет. Ну, просто... Ну, вот мы когда жили раньше, вот до того, как в Америку приехали, там дети не очень хотели в школу идти. Да. Это тоже самое здесь. Не хотят пойти в школу. Да. Это просто... Они хотят просто смотреть телевизор. Ага. Это... Ну, хорошо. Но в школе детей не обижают? Там комфортно? Ага. Это не делают так, что не обижают. Но если ты обижаешь кто-то, ты можешь быть expelled. Выгнать могут? Да, да. Ну, это очень... Ну, это про очень маленькую вещь. Как говорить что-то... Кто-то плохой или что-то. Это про очень маленькую вещь. Там они могут за тебя пойти в школу. Ну, если ты говоришь... Например, какого плана может быть какая-то плохая вещь, за что тебя могут выгнать из школы? Вот чего нельзя говорить? Они объясняют, чего нельзя говорить? Ага. Ты можешь говорить, что кто-то сука или что-то вот так. Обзываться? Да, да. Обзываться нельзя? Да. Ну... В прошлом обзываться не можно, но не делай что-то, что... Если ты будешь обзываться, что кто-то... Намного... Очень плохо. И ты можешь быть expelled. Ну, хорошо. Дети не обзываются. Потому что им как-то... Они знают, что это плохо делать или потому что они боятся? Боятся. То есть, если бы за это не выгоняли, они бы обзывались? Да. Потому что много раз, если ты будешь обзываться, это просто смешно. Да. Они не делают, чтобы плохо быть другим. Окей. Смотри в камеру. Значит, то есть, им все равно будет и другому плохо? Да. Хорошо. А могут подраться дети? Нет. А если ты будешь подраться, ты... 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 Ты будешь expelled. То есть, из школы уволят? Да. Ну, хорошо. А вот есть какая-то игра? Вот знаешь, салочки, например? Что? Салочки. Вот они бегают и должен коснуться. Типа, вот если он коснулся, значит, то он... А, нет. Ну, они решают... Они решают это, да, но... Касаться нельзя? Ну, да. Можно очень резко ударить кто-то. Ну, слушай, ну вот дети, они же должны во время перемены как-то... Они нельзя толкаться там как-то? А, нет. А что же дети делают во время перемен? Они бегают, они бегают, говорят. Нормальные вещи. Они могут... Они могут играть так, но не можно резко это делать. То есть, так, то есть, вот так, шлёпнул там тебя, да? То есть, это можно? Да. То есть, как игра, нормально. Хорошо. А есть вот какие-то, ну, не то, что проблемы, ну, допустим, вот мальчики и девочки, да? Угу. Угу. Есть что-то такое, что вот, скажем, в отношении мальчика нормально сделать, а в отношении девочки уже нет? Что? Вот, допустим, что-то ты сделал. Ты сделал это вот мальчику, да? И это нормально. А если ты это же самое девочке сделал, то уже получается что-то нехорошо. Есть такое? Ну, если девочка маленькая, ну да, то плохо, но если мальчик то же самое, как девочка, нет, ты можешь делать. То есть нельзя за косичку дёргать там? Ну, ты не, можно никого за косичку дёргать. Никого. И если мальчики за косичку, то тоже не можно дёргать. То же самое вещи, если и тоже девочки и тоже мальчики. Слушай, а вот я тут смотрю, значит, такая сейчас история в последнее время, что дети начинают чуть ли не с девяти лет или там с десяти лет, если они чувствуют, что вот он родился мальчиком и на самом деле он девочка, они могут поменять пол. У вас есть такие дети, которые меняли пол? Вот был мальчик, стал девочкой или наоборот? Нет, это не такая нормальная вещь, но если он кто-то хочет, ну, если кто-то думает, он девочка. Ну, были у вас такие случаи в школе? Нет, не в моей школе, но я слышала. Что где-то есть. Да, да, да. Был такой мальчик, был друг брата, который помогал этот мальчик, он был хомосексуал и он не думал, он не хотел быть мальчиком, и он хотел говорить его родителям, но они очень религиозные такие. Верующие? Да, да, верующие. Ага. И он помог его. Это всё ясно. А что помог? Он помог его говорить родителям, что… Ага. Но родители приняли? Он не горел, но он говорил, как он помогал его. А, окей. Ну, хорошо. Ладно. То есть, так… Жизнь у вас спокойная. Пол никто не меняет, за косички никого не дёргает. Нет. Это… Если кто-то… Если пол кто-то… Если кто-то пол меняет, ничего не… Ничего… Ничего… Ничего не делают. Не можно его ударить. Ну, нет, конечно. Ну, вот, например, есть проблема. Вот он, допустим, был мальчик, а стал девочкой в какой-то туалет ему ходить. Знаешь, тут целая такая дискуссия. Там конгрессмены обсуждают. Одни говорят, пусть ходят… Если он стал девочкой, пусть ходят к девочкам. А другие говорят, что он родился мальчиком. Пусть ходят, как родился. Это такие интересные проблемы. У меня есть интересная вещь помогать этой проблемой. Так. Ещё два туалета. Один для девочки, который теперь мальчик, и один для мальчика, который девочки. То есть, просто сделайте ему отдельный туалет. Да. Это не такая проблема. Я не думаю, это discrimination. Это просто… Если я не думаю так, почему нет? Это просто… Если это просто ещё один туалет, может быть, частее, потому что нету много людей. Просто… Чище будет. Хорошо. Такой вопрос. А вот в школе есть какая-то пропаганда? Да? Вот, допустим, детей вовлекают в какие-то политические дискуссии? Нет. Может быть, выборы Трамп, Клинтон… Я помню, что когда они… Когда Трамп был золотой президент. Да. Я помню, когда он был президент. Стал президентом. Да, да, да. Был один час, мы делали в классе, и люди говорили, что они хотят, чтобы он не делал ничего. И чтобы он ничего не делал, и всё будет хорошо. Плохого ничего не делал? Да, да. Ничего плохого не делал. Они думали… Говорят, что Трамп бен… Что он нехороший. Да. Это уже после выборов? Да. Это много учителей говорят, что они хорошие. То есть, учителя с детьми обсуждают вопросы? Да, да. Они говорят, что они думают. Угу. Но дискуссии нет? То есть, просто они что-то рассказывают? Да, есть дискуссия. Мы… В классе? Да, да. Один час мы делали в классе дискуссии про это. Ну хорошо. А у вас нет такого, что вот дети голосуют? Говорят, дети, давайте вы проголосуем. Кто за Крин, кто за Трамп? Они разрешают проголосовать. Так. Голосовали? Да. Кто вас победил? Эээ… Ну, все в классе думали про Хиллари. Ага. Все в классе голосовали для Хиллари. Угу. Я ничего не говорил, потому что если я говорил, что что-то, я не знаю, может быть, они будут на меня злые. То есть, кто-то обидится? Да. Я ничего не говорил, потому что я не злые. А есть какие-то очень политически активные дети, которые ходят и говорят, что там… ну что-то такое, вовлекают в какие-то политические разговоры или дети как-то им неинтересны? Нет. Нет. Они активные, но они говорят… ну они SJWs. Social Justice Warriors. Угу. Это кто такие? Люди, которые не хотят расизма и помогают с трансгендерами. То есть, я понял, что они борцы за социальную справедливость. Да. Но они что? Это у них кружок такой? Или это урок такой? Или они просто… Это просто люди, которые помогают с этим вещью. Да. То есть, прямо дети в школе? Да. Хорошо. Вот у вас в классе сколько детей? Ээээ… 29, но много раз, может быть, 28, потому что люди иногда не приходят в школу. Хорошо. А слушай, а вот когда зима, например, там же зима в Нью-Йорке противная, там холодно и влажно очень. Один раз в Нью-Йорке было 6 градусов Фаренгейта. Ужас какой. Слушай, но вот есть такое, что дети массово болеют? Например, вот из 29 человек, там скажем, полкласса болеют. Такое бывает? И не приходят в школу? Ну, нет полкласса, может быть, 4-5 людей. То есть, бывает такое? Да. Ага. Хорошо. Потому что много люди классы, друзья и гриб такой идет очень быстро. А, то есть, друзья друг друга заражают грибом? Хорошо. Теперь, вот у вас класс. Ты когда-то ходил в какую-то как бы русскую школу, да? Это она же или ты в другой сейчас? Я в другой. Я пошел в PSO 100. Но эта программа у них, в 6 месяцев мы делали, может быть, один, может быть, два проекта по русский язык. 6 месяцев в школе. Ну да. Хорошо. Давай так, вот ты сейчас ходишь в самую обычную нью-йоркскую школу. Да. Или она не совсем обычная? Это они очень, у них есть очень хорошая soccer team. Футбол? Да, да. Футбол. Может быть, самая хорошая в все это... В городе? Да, в городе. Слушай, вот у нас в Калифорнии обычно в футбол играют латинос, вот мексиканцы играют. Ну это... А у вас тоже так или все играют? Да, много мексиканцев, да, потому что это демографик. Много мексиканцев любят футбол. Хорошо. Давай так. Но тоже есть другие люди. Белые... Вот в классе 29 человек. Да. Ну вот какая демография? Значит, есть афроамериканцы? Два, да. Два. Есть, может быть, пять белых людей. Два класса, как говоришь. Мексиканцы? Не знаю, азианцы. А, и Китай, и Корея, да? Да, да, да. Три мексиканцы и пару маслом. Исламок. То есть они из каких-то... Ну это из каких-то там арабских стран или нельзя взять на арабских? Да. Марокко. И другие арабские страны, да. Вот, допустим, дети, которые из исламских стран, они как бы нормально со всеми остальными играют? Или они друг с другом больше держатся? Они просто нормальные, они нормальные. Они просто обычные дети. Да, они просто обычные дети, ничего специального. У них нет какого-то ощущения, что вот как-то в обществе из-за терроризма, что как-то на них кто-то подумает? Они просто все думают, что терроризм плохо. Они все думают, что это идиотские люди делают идиотские вещи. Окей. Они думают, что люди, которые убивают... много... убивают других людей плохо. Они не любят терроризм. Они тоже... они просто нормальные люди. То есть совершенно нормальные ребята? Да, да. Хорошо. То есть в школе нет такого, чтобы кто-то говорил, вот там эти плохие или те плохие? Они не говорят, что ISIS is good. Нет, нет, они понятно. Но вот нет такого, что другие дети, там какие-нибудь, там скажем, белые говорят, вот там... вот это... Нет. Нет, хорошо. Слушай, то есть получается, что у вас пол класса, это из Азии. Но есть один идиот классик, который это думает, это говорит, но он просто... Но его не выгоняют. Потому что это freedom speech. Он не болит, он не хочет, он не делает ничего... То есть он не издевается над конкретным человеком, он просто высказывает свое мнение? Да. То есть можно высказывать собственное мнение, даже если оно какое-то очень нехорошее? Да, если... ты можешь говорить твое мнение, но ты не можешь делать так, что... говоришь, что один мальчик нехороший или... Я понял. То есть ты можешь говорить, что в целом я считаю, что ислам это плохо, но ты не можешь сказать, что вот это Фатима, она там плохая девочка? Да, да. Я понял. А в целом можно? Да. А учителя как-то реагируют? Или он этого учителя не говорит? Если учитель... если учитель черный, ты говоришь, что все черные плохие, да, он будет... Нет, нет, если учитель белый, а ты говоришь, что мусульмане плохие. Да, он будет думать, он будет на тебя немножко говорить, это плохо, не надо думать о ненормальной людей. То есть он учитель вступится, он не оставит просто так. Да, да. Слушай, а вот... то есть получается у вас в классе белых очень мало? Ааа... Ну если полкласса, это ажент, да? Да, да. Так а что, вот район, где вы живете, там просто очень много ажент живут, как так получается? Это просто район. Ааа, то есть просто место такое, что... я вот был в Нью-Йорке, я не могу сказать, что там очень много ажент. Ну, это Бэй Ридж, это место, в котором есть очень много ажент. Ммм, окей. А они хорошо учатся? Да, они просто нормальные люди. Но вот им... не то, что их родители заставляют учиться? Я в самом хорошем классе, и SP, суперинтендент программ. Да. И все просто делают... Хорошо учатся? Да. Просто мне рассказывали, вот у нас тут китайцы, которые здесь живут, они рассказывали, что вот родители им с детства говорили, вот, ты не такой, как все, ты не белый, да? Тебе, чтобы в жизни пробиться, ты должен быть лучше, там, и так далее. Сейчас такого нет у них, да? Нет, это не просто нормальные дети, это стереотип такой. То есть родители их не заставляют учиться там больше, чем другие? Нет, не заставляют, но если ты будешь плохо учиться, они будут на тебя рычать или что-то... Они будут лаптоп убирать, если ты плохо учиться. То есть заберут у него дома лаптоп, чтобы он, что там, в игры не играл? Да. Слушай, а дети играют в игры прямо на уроках? Вообще, как дети безобразничают, как они нарушают порядок? Вот что они делают? Просто говорят... Просто болтают во время урока? Да. Ну разрешается разговаривать? Ну… Не-не, не разрешается. Если ты тихо разговариваешь... это про урок, да, ты можно разговаривать... На тему урока. Да, ну если ты, как говоришь, я люблю собаки такие, это не решает, если ты у него спросив. Ну да, на посторонние тему нельзя. Ну да. А есть такое, что дети сидят на уроке и там у них селфон, там смартфон или… Нет, они не разрешают селфон. В школу ничего не разрешают? или на уроке если нужно родители позвонить чтобы они забрали от школу да можно но не но не в классе да не в классе то есть надо выйти в коридор и там позвонить а дети ходят вообще с телефонами нет это не в моем классе они просто идут в классе немножко тихонько иногда люди говорят нет ну подождите я имею ввиду они приходят в школу уже с телефона у них есть телефон когда они в школу идут и они дома его оставляют они они говорят на телефоне но это иногда для родителей но телефон есть если нужно позвонить телефон они прятают в портфеле а вот у детей есть такое вот как дети выпендриваются есть такое чтобы дети выпендривались вот например там знаешь ой а у меня вот такой телефон а у меня вот там такое что-то нет это нет а как дети выпендриваются вот здесь такой ой посмотри вот у этого там да и все там завидуют что например если есть классная если есть классная игрушка если например у тебя есть xbox one или у тебя есть ps4 новая консоль это не просто говорят по него и друзья идут на его друга дома они идут к нему домой играть а у тебя есть какая-то такая у меня есть xbox 1s но это как бы сказать мама тебе разрешает играть сколько угодно или она ведут тебя есть там частом или если я делаю мои уроки я могу играть и если я делаю уроки это все но хочется играть нет я иногда просто смотрю видео слушай а вот дети мы когда жили например в твоем возрасте мы жили в большом доме таком ну не 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 воскреснул такой большой был дом и там было много квартир и дети играли во дворе мы играли в футбол там или еще во что-то а и все время ходили друг другу в гости ну тоже в гости вы могли в любой момент могли пойти кому-то поиграть там дома у него и не нужно было машину водить ничего просто в том же доме буквально или там через улицу перейти вот вы все-таки тоже большом городе живете вы живете все примерно в одном месте вам не нужно садиться на метро чтобы поехать кому-то в гости но иногда а люди но если ты друзья ты близко живешь есть не ходят люди вот так просто в гости да да не так чтобы родители отводили да 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 иногда люди да помогают проектами а то есть учатся и занимаются уроки вместе делали а что такое проект объясню это не просто уроки это специальная большая урок как а я в я в один классе нужно было в спаниш в классе по испанскому испанскому нужно было делать 10 страниц историю испанское то есть это долго надо делать а да это просто большие уроки то есть большие домашние задания да они дали я думаю 8 или 9 дней это делать а ну то есть не месяц то есть 8-9 дней но иногда больше если очень небольшой проект а вот когда дают задание скажем по испанскому такой проект предполагается что дети должны там на компьютерах что-то делать там как как и пейс там если ты хочешь да можно ну и и ну ты тоже можешь писать но очень хорошо ты не можешь просто это делать просто копипейс нельзя да нужно 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 чтобы чтобы учитель может увидеть чтобы учитель может проконтролировать нет почитать все что-то пишешь именно рукописно да а вот разрешается вместо рукописного просто на клавиатуре бум-бум-бум-будж быстрее да это быстрее но людям иногда лучше просто писать но со стороны школы со стороны учителя нет такого что поощряется там скажем от руки или наоборот поощряется на компьютере нет то же самое если ты очень хорошо переписываешь это это ничего это то же самое с компьютером ну я просто что думал что то, может быть, вас приучают, чтобы вы были хорошими пользователями компьютера? Это, да, они учатся на компьютер, а это кодинг. О, программируют? Программируют, да. А что за язык вы учите? Джава. Давно начали? Мы начали в октябре. То есть ты был в каком классе на этот момент? В шестом. То есть в шестом классе вы учите Джаву. И как часто это происходит? Как часто урок? Два раза в неделю. Очень basic. Ну хорошо. А ты можешь какую-нибудь там маленькую программу написать? Да. Ну, дай пример программы, вот, скажем, из последней. Вот ты уже шестой класс закончил. Что было самое сложное, что вы там программируете? Игру делать. О, так и что за игра такая? Это просто есть маленький характер такой. Буковка. Да, да. И нужно пойти в это, как ты говоришь, мейз? Мейз. Лабиринт. Да, лабиринт. Да. И есть. И просто нужно пойти в это маленькое, может быть, самолет, может быть, зверь. Ага. Лабиринт. Так подожди, а кто ведет такая программа, в чем состоит? Есть лабиринт, и нужно делать, что, если ты ударишь этот лабиринт, нужно пойти, где ты начал, и нужно еще делать. Ты фактически, когда ты играешь, ты можешь управлять этой мухой там или самолетиком. Ты можешь как-то идти в лево, идти вправо, вот это. Да. Ага. Как интересно. И прямо в джаве. Да. Интересно. Подожди, но вы или там, как сказать, а у вас есть какой-нибудь эклипс к этой джаве, нет? Вы прямо вот на каком темном экране пишете, или у вас есть какое-то приложение? Приложение такое. А как называется? Это называется такой веб-сайт, называется Scratch такое. Ну, я этого не знаю. Ну, хорошо, ладно. Значит, а интересно программирование? Да, интересно. Иногда сложно, нужно делать дома. А дети вообще, как бы, в целом, они интересуются программированием, или так? Да, интересно, да. Интересно, хорошо. Но у тебя не возникает желания, допустим, там, стать программистом? Может быть, но мне это не так интересно. Интересно. Людей очень... Другие дети, они очень таланты. К этому делу? Да. Ну, хорошо, а ты кем хочешь быть? Биологом. Биологом? А прямо с животными работать? Да. Там, лягушек резать? Это не, что биолог делает. Так, а что делает биолог? Он смотрит... Он смотрит на... Добавить пищу, смотрит, как они кушают, как... Они живут в другие места, как... Я помню, ты хочешь изучать, изучать животный мир, без того, чтобы там порезать и внутрь... Как, как паук живет, в очень холодном и очень горячем. Интересно, да. А это ты кино какой-то смотрел? Как ты пришел к этой власти? Я всегда просто любила это делать. Мой друг... Мы взяли, выкопали такие муравьи и жуки такие. Ага. И мы взяли такие чашки с другими жидкостями. Да, с жидкостями. Да, с жидкостями. И один был bleach, другой был воду, один был воду с солем. То есть вы взяли чашки и сделали какие-то растворы разных веществ? Да, и мы смотрели, как эти жуки, муравеи, как это получилось. То есть мы их мучили? Да. Изучать животное? Да, bleach их прямо убил, воду, ничего не получилось. Да. Воду с солем убил муравей. Мы тоже делали... Лавинплать ничего не делал. Мы делали лайсал, это убил муравей, но жук жил. Окей. То есть как много различий между жуками и муравьями. Ну хорошо, хотя бы в школе вас этому не учат, жуков там, в воду. Ну хорошо, ладно, интересно. А у тебя нет желания, допустим, в госпитале быть или врачом? Вот если так, ты биологически интересуешься. Это проблема быть с доктором. Да. Очень долго работаешь, и ты почти не можешь видеть твои друзья или фамилию. Ну вот папа твой доктор. Да, да. Он так очень много работает? Да, и когда он жил с нами, он пришел дома, может быть, 10-11, и нужно было разбудиться очень... Правда. То есть он приходил очень поздно и вставал очень рано? Да. То есть получается тяжело доктору жить-то? Да. Ой-ой-ой. Ну да. Может быть, есть полчаса, скедуэл, это может быть... Может, он на работе отдыхает? Ну, не такое, он доктор, всегда есть людей, нужно помочь. Ну правда, это правда. Ну что же, хорошо, ладно, мне понравилось про американскую школу. А вот, слушай, давай такой вопрос тебе напоследок. Бывает так, что вот новенькие приходят в класс, и эти новенькие там из какой-то другой страны, вот только приехал. Бывает? Ну, сейчас не бывает. Этот класс, если ты от другой страны... Да, то есть сложный класс был. Да. Хорошо. А раньше, когда ты учился в первом классе, в втором, в третьем, бывало, что дети приходят из других стран? Ну, дети приходят, но не от других стран. Один мальчик пришёл от Орегон. А, из других штатов? Да. Ну, это американские дети. Да. То есть, я-то имел в виду, когда они из совсем других стран, может быть, они... Нет, это никогда не получилось. У вас такого не было? А, окей. В Нат-Калифорнии много народу приезжает, и постоянно в школах есть дети новенькие. Да, когда я был в первом и в пятом классе, это всё был русский класс. И все люди... То есть, туда из Ирана не возьмут, я понял. Да. Не будут возьмут кто-то из японской. Угу. Я понял. А дети в русском классе говорили друзокам по-русски, или всё-таки говорили панны? Ну, это в русском классе была идиотская идея. Мы только... Мы очень-очень мало делали по-русски язык. Понял. Такой вопрос. Ты вот у нас раньше на канале снимался уже пару раз. Я помню, как ты ходил... У тебя бедро такое было. Помнишь, как ты на голову одел? И мы смотрели автомобили. Да. Эти Вудис, да? Какие-то там были машины. Это был, я думаю, Мастань какой-то. Я не помню. Ну, неважно. Года три назад было. Ты ещё у нас снимался. Но у тебя есть какая-то известность? Вот кто-нибудь тебя узнавал? Говорит, ой, это же тот самый Сэм, который там на Ютубе был. Нет. Это просто... Это канал очень маленький. И, может, это демографика, твой канал, и там очень много русских людей. Да. То есть в Нью-Йорке тебя русские не узнавали. Говорят, ой, смотри, где это что-то со мной Сэм. Ну, хорошо. Ладно, ещё. У нас канал за это время вырос. У нас стало больше людей. 100 тысяч, 120 людей. 125 тысяч, да. Да. Ну, что же. Ладно, хорошо. Давай мы тебя отпустим обратно в Нью-Йорк. Хочешь сказать что-то? Да, и просто хочу говорить про еду в школе. О, это очень хорошая тема. Очень плохая. Просто очень плохая. Да, Хорош, объясни. Я буду говорить, что один раз они дали нам пиццу. Просто была тортия такая с кетчупом. Да, с кетчупом. И сыром. Это всё. Они это назвали пиццей? Да. И это всё еда, это была очень плохая. Это кошмар. Подождите, ну это один раз было. Нет, это не один раз. Это что они когда говорили, пицца дэй. А пицца дэй как часто? Один раз в неделю. А почему они просто пиццу не закажут? Ну, тоже один раз они дали. А родители могли бы сказать, ребята, если пицца дэй, ты бы же давайте пиццу? Нет, это федерал такое. Они не могут говорить это. А, окей. Так, подождите, кроме того, что пицца один раз в неделю неправильная, остальные дни что там происходит? Это очень много. Они просто положили еду в макроуэйв, и это всё. То есть до подогрева. Да, да. А какую еду-то? Иногда они просто делают бутерброды. Иногда они берут эти маленькие, просто плохие бутерброды из макроуэйва. И просто они мокрые. Так дети не возмущаются? Я их не кушаю, я просто... А что ты ешь? Я просто покупаю, может быть, чипсы или что-то. Это тоже нехорошая еда. Да, но это лучше, чем кушать этот гарбич, который они нам дают. Окей. А где ты покупаешь чипсы? Надо выйти из школы или прямо в школе? Они школу дают. Ты можешь покупать. А есть дети, которые с удовольствием это едят? Да. А, да просто тебе не нравится. Нет, нет. Это много людей, я думаю, это очень плохая еда. Но это, да, есть пару людей, которые это любят. И даже вот эту пиццу, которую они там на торксе кладут? Я думаю, я не знаю никого, который это любит. Ну, едят. Да, потому что иногда для пары людей нету деньги, что-то другое кушать. Если такая специальная вещь, если нету деньги, что они будут дать бесплатные еду. Ну, если родители не зарабатывают, да. Слушай-ка, а вы в форме какой-то ходите? Вот, допустим, есть родители богатые, а есть бедные. Получается, те, кто богаче, они могут детей одевать лучше. Мы делаем юниформ, да. Зелёную майку с имя школы. То есть вам в школе выдают формы? Да, да, и штаны пейдж. Ой, ну вот такие биржевые. Да, да. И когда мы идём... Красиво должно быть. Да, и когда мы играем как в футбол и бадминтон, такие вещи, мы одеваем такие серые одежды. Слушай-ка, а зимой что происходит? Ты же не можешь уже в майке идти? Надо какую-нибудь курточку. Зимой ты одеваешь курточку, когда ты в школе, ты это положишь в клозет и ты идёшь в школу. Хорошо, то есть нет фирменной школьной курточки? Ты сидёшь в обычной? Ну, ты можешь покупать, но ты можешь просто в нормальной курточке пойти. Но есть школьные курточки? Да, да. Ну чё же, хорошо. Ладно, значит, так какой совет ты даёшь детям, которые не могут это есть? Потому что чипсы мне тоже не нравятся. Да, но это... А из дома можно принести что-то? Да, но проблема моя мама не каждый день дома. Она не каждый день может делать это. Ну, то есть она когда дома, она делает? Да. То есть ты можешь, ты просто с собой иногда доносишь бутерброд, иногда нет? Или там что-то доносишь? Да. Ну, хорошо. Мы... Для пары недели, когда мы только начали это, она делала мне каждый день еду. Ну, хорошо, домашнюю это, да? Да. Это, да. Хорошо, значит, всем советуем, друзья, заводите таких родителей, которые делают хорошую еду. Да, они делали мне рис и тофу, и браколи, и такие вещи. Ну, хорошо, то есть такая вкусная и здоровая пища. Ладно, спасибо тебе. Давай мы так всем помашем, скажем, ребята, привет. Привет. И до скорых встреч. Хорошо.